В чате пишем, пожалуйста. Так, слышно, видно, все отлично, замечательно. Еще раз приветствую всех. Сегодня мы с вами начинаем вторую лекцию. Как вы помните, я сказал, что она будет посвящена у нас с содержанием федеральной образовательной программы. Но перед тем, как мы начнем с вами разбирать данную тему, я напомню вам, что вчера у нас было кратенько, так, чтобы было освежить, так сказать, в памяти. Итак, первое. Вчера у нас был один вопрос, там, где было сказано, что в детском саду шестигрупповом можно работать на ставку. Все верно. Я еще раз прошелся по документам. Оказывается, если вы помните, то у нас по СанПИНу есть наполняемость группств. Для общеобразовательной группы это 20 человек, для, например, групп целевых там от шести до двенадцати. Следовательно, если шестигрупповой детский сад и заведующая берет и уплотняет группы, и, например, делает в группе не 20 человек, а 30 человек, то шесть групп умножаем на 30 человек, получаем 180 человек. Если разделим это на количество, так сказать, детей 20, то мы получим как раз 8 групп. Отсюда и ставка инструктора 8 групп. Понятно, да, как это делается во многих регионах, то есть идет расчет групп по количеству детей в детском саду. Иногда, когда в группах идет уплотнение, детские сады заведующие могут доплачивать воспитателям за превышение численности детей. То есть вот этот вопрос вчера мы с вами разбирали, я сегодня его немножечко до конца доработал. Итак, вчера мы с вами проговорили о том, что у нас есть федеральная образовательная программа, у нас есть федеральная адаптированная образовательная программа, у нас есть федеральная программа воспитания. Все это теперь детский сад возьмет и сделает в одну образовательную программу. То есть это будет единая программа, но с разными блоками. Далее мы говорим о том, что эта федеральная программа теперь является базовым минимумом для всех детских садов в России, начиная от Владивостока до Калининграда. В маленьком поселке или в городе Миллионники все должны минимум выполнить эту программу. Если вы используете другую программу, то она должна быть как минимум не ниже тех целевых ориентиров, которые стоят в федеральной программе и того содержания, которое дается в федеральной программе. Если эта программа превышает, пожалуйста, можете взять. Но если она ниже, чем федеральная, то это уже большой минус и лучше ее не использовать. Следующий момент, который мы сказали, что любая программа имеет теперь четкое понимание того, как она должна разрабатываться, утверждаться и так далее. В данном случае есть три раздела у любой программы. Это первый раздел, целевой. Мы вчера его с вами разобрали. Дальше идет содержательный раздел, который мы будем разбирать с вами сегодня. И есть раздел организационный. Мы с вами его будем разбирать в понедельник. Таким образом, у нас получается в целевом разделе мы с вами договорились, что была общая цель. Это всестороннее развитие ребенка, основанное на индивидуальных возрастных особенностях и на формировании нравственных, патриотизма, гражданин России и так далее. И задача основная для нас была охрана и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия. А также еще одна задача, это когда мы должны подготовить ребенка физически к дальнейшему обучению в начальной школе. То есть, как минимум, у него должны быть уже определенные физические качества. У него должен сформироваться скелет, который позволит ему как минимум 35 минут сидеть в школе за партой на уроке. Это все все-таки физическое развитие. Мы также договорились о том, что для каждого возраста в целевом разделе мы увидели с вами целевые ориентиры. До года, до трех лет, от трех до четырех, от пяти до шести, от шести до семи лет. Целевые ориентиры позволяют нам проводить педагогическую диагностику. Мы вчера говорили о том, что педагогическую диагностику любой педагог, инструктор по физкультуре может брать по своему усмотрению. Это не запрещается в федеральной программе, но вы, как минимум, используя какую-то методику, должны 100% иметь понимание, что эта методика может оценить те целевые ориентиры, которым дети, возможно, смогут у нас достичь своих результатов. При этом мы помним, что достижение этих результатов, еще раз повторяю, это не сама цель, это всего лишь возможный. Почему мы с вами сказали, дети все разные, дети имеют разные психологические особенности, индивидуальные особенности, разные стартовые площадки для обучения в определенной программе. То есть здесь у нас не столько результат интересует, сколько те условия, которые мы создали для того, чтобы эта программа реализовывалась. И любая проверка будет в большей степени смотреть не то, чего достигли дети, сколько будут смотреть именно создание в детском саду условий. То есть есть ли эта программа, есть ли под нее определенная пространственная среда создана, есть ли под нее доступная среда и так далее, тому подобное. И мы с вами договорились, что вчера мы предложили вам два варианта педагогической диагностики. Это педагогическая диагностика наблюдения, где можно ставить минус, галочку, плюсик, а потом смотреть, чего у вас больше и этим самым определить уровень подготовки ребенка. И мы говорили о том, что можно использовать специальные тестовые задания. Мы взяли на основе физкультурно-спортивного комплекса ГТО. При этом, повторяю, в федеральной программе про ГТО не сказано ни одного слова, даже намека нет на это. Поэтому я просто предложил вам этот вариант. Вы можете использовать любой. Вчера мы знаем, кто-то нам подсказал, что есть всероссийские системы мониторинга, по которым тоже можно проводить педагогическую диагностику. То есть здесь все в ваших руках. Итак, сегодня содержательный раздел. Я сейчас включаю презентацию, и мы с вами потихонечку, спокойно попытаемся разобраться в этом блоке, потому что это самый важный для нас блок, самый обсуждаемый в плане того, как мы будем работать, сколько, чего, как, откуда пойдет календарный план учебно-тематический. Вот из этого блока содержательного. Мы сейчас его разберем, и вы поймете, что в принципе все вы этот блок выполняете. Во всех программах, которые я знаю, этот блок есть. Единственное, мы сейчас увидим, как здесь структурировано вот это содержание в федеральной программе, и что они предлагают. Потому что там есть некоторые вещи, которые, будем так говорить, для меня достаточно простые, и я уверен, что все справятся с этим. Но есть некоторые моменты, которые для меня немножечко не являются стопроцентными. То есть там будет 50 на 50 или 80 на 20, что я смогу сделать. Ну что, давайте посмотрим презентацию. Итак. Напоминаю, что федеральная программа имеет в своей внутри федеральную рабочую программу воспитания целевой раздел содержательный и организационный. Целевой вчера был, сегодня содержательный. Из чего будет состоять содержательный раздел. В содержательный раздел войдет федеральная образовательная программа и федеральная рабочая программа воспитания, а также войдет коррекционно развивающая работа, в которую мы целенаправленно войдет именно рабочая программа, адаптированная под вашу целевую группу, если она у вас есть. Теперь в содержательный раздел обязательно входят задачи к каждому возрасту. То есть уже не общие задачи, а задачи по каждому возрасту. Дальше. Здесь вы увидите в федеральной программе все пять образовательных областей и по каждому образовательной области будет содержание. Нас интересует физическое развитие. В содержательном разделе вы увидите те формы, способы, методы и средства, которые предполагает федеральная программа. Это такой минимум. И вот этот блок формы, способы, методы, средства, он полностью, полностью отдается на откуп дошкольной организации. То есть вам. Вы сами будете вот это все формировать. Вы сами будете выбирать то, что вам подходит. Дальше. В содержательном разделе мы увидим различные практики. Практика поддержания детской инициативы, практика работы детского сада с семьей. Дальше полностью практическая работа, коррекционно-развивающая. И все это вы увидите в таких общих фразах. То есть конкретики как таковой вы здесь не увидите. Вы увидите, что да, мы должны с семьей взаимодействовать. Каким образом? Мы должны с ними их консультировать. Мы должны с ними воспитывать. Мы должны с ними заниматься определенными вещами в плане работы с детьми. В плане популяризации каких-то основ формирования гигиенических требований культурных и так далее. Ну и, конечно же, воспитания патриотических, нравственных, семейных традиций и так далее. Из чего же первая задача каждому возрасту? Я на одном примере вам просто покажу. Вот смотрите. Я взял возраст от 4 до 5 лет. И здесь, смотрите, я выделил желтеньким образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. Мы всегда, инструктора, когда пишем конспект, мы как бы эти группы выделяем. В федеральной программе этого нет. Желтеньким то, что я написал, это я сам выделил для себя. А там идет просто вот этот списочек, который мы сейчас прочитаем. И, в принципе, должны понимать, что эти задачи есть. Просто мы самостоятельно должны их отработать. То ли это образовательные, то ли это воспитательные, то ли это оздоровительные. Ну, давайте начнем с образовательных. Обогащать 4-5 лет. Это у нас получается, если я ошибаюсь, средняя группа. Итак, в этом возрасте мы будем обогащать двигательный опыт детей. Общая фраза подходит ко всем. Дальше. Мы способствуем техничному выполнению основной гимнастики. В основную гимнастику в федеральной программе задействованы. Это строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие. В том числе музыкально-ритмические упражнения. Сразу скажу, что в федеральной программе музыкально-ритмические упражнения обучают, изучают на музыкальных занятиях. Мы на своих занятиях можем просто использовать эти упражнения. Дальше. Мы создаем условия для освоения спортивных упражнений, а еще и спортивные игры и подвижных игр. Дальше. В образовательных мы здесь также формируем такие психофизические качества, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость. Это по-зациорскому. И почему-то здесь в федеральной программе называют это психофизические качества. Я думаю, это произошло из-за того, что все-таки наши педагоги все, они пытаются все время играть словами. При этом, как бы, словосочетание вроде новое, а суть та же самая. Почему они... У нас не переключаются слайды. Стоим на первом слайде. На первом слайде стоите? Да. Секундочку. Так, стоп. Сейчас я выключу. Попробую настроить следующий слайд. Секунду. Так, сейчас. Так, 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 так. Так, слайды не меняются. Сюда, секунду, сейчас. Хорошо, что вы кто-то доказался, потому что я во время этого чат тоже не вижу. Так, еще раз включаем презентацию еще разочек. Итак, на данный момент слайды, кто только что говорил, скажите мне, слайды видны нормально сейчас? Сейчас мы видим четвертый слайд, где задача образовательная. Да, вот эти задачи, которые мы... А вот сейчас я переключу, скажите, будет работать? Да. Все отлично, работаем. Итак, мы с вами дошли до задач. Еще раз напоминаю, что задачи для каждой возрастной группы. Вот в данном случае от 4 до 5 лет. И здесь все задачи сплошняком идут в федеральной программе. Я их, как видите, желтеньким разделил на наши привычные образовательные, воспитательные, оздоровительные. Итак, если мы возьмем воспитательные, воспитываем волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность и выполнять физические упражнения. То есть это воспитательная задача для детей 4-5 лет. Я думаю, что вы видите, что это общие такие, как бы конкретные, конкретики прям такого нету, но эти задачи мы всегда выполняем. То есть ничего нового для вас здесь не будет. Возьмем оздоровительные задачи. Ну, первое, продолжаем формировать интересы, положительные отношения к физической культуре, активному отдыху и формировать первичные представления об отдельных видах спорта. Я, может быть, это оставил бы не в оздоровительные все-таки задачи, да, а больше все-таки в образовательные. Потому что здесь мы формируем интерес и, наверное, все-таки обучаем, рассказываем о каких-то видах спорта и так далее. Дальше. Укреплять здоровье ребенка, опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания. 100% задача оздоровительная. Далее. Формируем представление о факторах, влияющих на здоровье, воспитываем полезные привычки, способствуем усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности. То есть это инструкция безопасности, будем так говорить, на занятиях. Тоже можно отнести как в образовательные, но я бы все-таки оставил, опять же, в оздоровительные, так как мы здесь говорим о факторах, влияющих на здоровье. Все остальные задачи по другим, будем так говорить, возрастам я не буду вам показывать, потому что, повторяю, они все идентичные. Вот 100% вы увидите, что будет обогащать двигательный опыт, там что-то дополнительно как-то. Ну, то есть задачи все будут вот так расписаны. Идем дальше с вами. Вот следующий слайд, очень и очень важный. Слайд называется «Из чего же состоит содержание?» В федеральной образовательной программе вот такой таблички вы не увидите, я ее сделал так, чтобы получилось у нас, будем так говорить, понимание того, из чего будет состоять это содержание. Итак, содержание в федеральной программе из 7 блоков, 7 основных таких блоков. Первый блок – основная гимнастика, называется вот так он в федеральной программе. Сюда войдут, смотрите, основные движения, мы все их прекрасно знаем. Бросание, катание, ловля, метание называется. Второе основное движение – ползание, лазание. Третье – ходьба, четвертое – бег и пятое – прыжки. Пять – это основные. В основную гимнастику также федеральная программа добавляет следующие упражнения. Это упражнения в равновесии, музыкально-ритмические движения или ритмическая гимнастика и строевые упражнения. Все это является основная гимнастика. И я полагаю, что все вы, неважно, какой у вас опыт, но вы именно основной гимнастикой, в принципе, все, и занимались в детском саду. Никто не может сказать, что вы не занимались каким-либо из этих движений или двигательных заданий в обязательном порядке. Поэтому ничего нового опять здесь федеральная программа нам не дает. Но минимум, видите, здесь есть. Единственное, для меня, например, музыкально-ритмические движения и ритмическая гимнастика, она для меня показалась все-таки такой навязчивой. То есть ее как бы кто-то специально включил во все возраста, это раз. Я не знаю почему, потому что я ее все-таки использую достаточно нечасто. Особенно такие движения и словосочетания, которые есть в музыкально-ритмических движениях. Например, давайте разберем такое движение, как голоб. У нас есть прямой голоб, есть боковой голоб. Для музыкально-ритмических движений это нормально, это терминология именно музыкально-ритмических движений. Для меня как инструктора и изучающего гимнастику по учебникам, у нас есть приставной шаг правым-левым боком. И у нас есть приставной шаг вперед. Это как бы вот два словосочетания из музыкально-ритмических и наших. И здесь получается небольшой такой нахлест. Но я уверен, что это не критично. То есть если вы сторонник музыкально-ритмического терминологии, используйте голоб. Если вы все-таки в чистом виде физкультурник, то вы можете использовать именно терминологию гимнастики. Или, например, еще одно словосочетание, которое вообще идет в разрез немножечко, но все-таки. Ходьба на полупальцах в музыкально-ритмическом движении. Для гимнастики это ходьба на носках. Но если мы с вами возьмем сейчас и представим себе, что я скажу хореографу какой-нибудь, ходьба на носках, он меня будет говорить, как так, как это возможно. Потому что ходьба на носках в музыкально-ритмических движениях, это когда балерина на пуантах стоит на именно носке. Или когда танцуют лезгинку, да, и танцуют лезгинку именно на носках. Не на полупальцах, а на носках. То есть вот это не критично, но я хотел бы обратить ваше внимание, что когда ребята, инструктора начинают вот здесь спорить, не надо спорить. Если вы своих детей первоначально учили по терминологии музыкально-ритмических движений, и они знают, что такое галоп, и вы им объяснили. Хотя для меня, честно говоря, объяснить, что такое галоп, вот так закройте глаза и попробуйте объяснить ребенку четырех лет, что такое галоп. То есть слово, которое нужно объяснить ему. Показать-то вы ему покажете, но объяснить, что означает слово галоп, сложно, конечно же. Я просто хочу отметить на то, что те термины, которые мы используем, они должны быть понятны детям. Если детям непонятен какой-то термин, то он, скорее всего, да, его выполняет только по вашему показу. То есть по наглядности, по образцу. А если вы не покажете, но начнете говорить ему словесно, то он сто процентов не выполнит, потому что он это слово не понимает. Любое слово, которое вы вводите дополнительно новое, вы должны объяснять детям, что оно означает. Это очень важно, потому что происходит следующая ситуация. Вы детям говорите какое-то упражнение, используя какие-то пару новых слов. Дети не выполняют, потому что не понимают. Вы, как нормальный человек, начинаете нервничать. Как так? Они меня не понимают. Что это за дети самые такие? Не понимают ничего, они самые плохие, самые это. Вы начинаете на них кричать. Но реально, реально дети просто вас не поняли, о чем вы сказали, что они должны сделать. Поэтому все время следите за тем, какую вы терминологию используете, какие новые слова используете. И как минимум, перед тем, как сказать, вы должны еще и показать. То есть образ у детей в этом возрасте намного быстрее формируется, чем слуховые команды, которые вы им даете. Строевые упражнения у всех возрастов будут разные. Мы сейчас до них дойдем, до одной группы. И вы поймете, что в принципе тот объем строевых упражнений, которые есть в детском саду, он не сильно раздут. Многие думают, что там чуть ли не в средней группе нужно делать перестроение в движении и тому подобное. Ни в коем случае вы увидите, что это не так. Второй блок. Общеразвивающие упражнения. На что хочу обратить внимание, что в этой федеральной программе очень четко и правильно по правилам физиологии расставлены приоритеты. То есть первое, смотрите, упражнение для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса. То есть упражнение идет в верхней части. То, как нас и учат всегда, что мы должны комплекс общеразвивающих упражнений начинать сверху вниз. Почему так это делается? Ну, как минимум потому, что у нас есть одна из очень важных мышц. Это сердечная мышца, которая работает как насос и при помощи крови распространяет кислород в наши мышцы. Так как сердце находится у нас в верхней части, то, конечно же, ближе мышцы находятся верхнего плечевого пояса. И кислород попадет туда намного быстрее, чем в нижнюю нашу часть, в ноги. Поэтому и правило сверху вниз. Дальше идет упражнение, смотрите, для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. То есть это у нас наше тело, да, и позвоночник. И третья группа упражнений на развитие и укрепление мышц ног и брюшного пресса. Как видите, логика построения четкая и понятная. Почему сверху вниз я вам объяснил. Теперь давайте разберемся. Так как у нас с вами три, грубо говоря, части тела, как вы думаете, сколько в комплексе упражнений должно быть? Мы сейчас пройдем по этому и дальше в конце еще раз вернемся к общеразвивающим упражнениям. И разберем, как же этот комплекс упражнений общеразвивающих должен все-таки строиться, почему так и зачем это делается. Но вы пока себя пометили, да? Первый вопрос. Сколько упражнений на каждую группу? Какое количество повторений должно быть на каждую группу? И желательно бы, конечно, чтобы вы понимали, а почему такое количество повторений? И в конце мы с вами это разберем и сделаем. Дальше. Третий блок. Подвижные игры. Самый, наверное, опять же, блок, который я все-таки считаю, что многие его используют неверно. Я объясню сейчас почему. Смотрите. Для подвижных игр федеральная программа говорит о том, что это должно быть формирование духовно-нравственных качеств, основ патриотизма, гражданской идентичности и игры народов России. То есть через подвижные игры ребенок как бы находится уже в самостоятельной деятельности. Он как бы живет, как мы с вами живем, он повторяет за нами какие-то образы и так далее. То есть для него подвижная игра – это уже заключительная часть того, что он умеет и он может в этой игре повторить. Поэтому, когда вы подбираете подвижную игру для занятия, как вы ее подбираете? Просто взять игру, чтобы просто поиграть в нее? Но в данном случае у нас нет ничего просто так. У нас должна быть логическая цепочка. Так вот, для меня подвижная игра, если это все-таки закрепление ребенком умений и навыков, которые он научился, то я должен подобрать такую подвижную игру в этом занятии, чтобы закрепить основные движения, которые мы сегодня разучивали. Например, сегодня у нас было прыжки и было ползание или лазание. То есть два элемента было основных. Значит, подвижная игра у меня должна быть такая подобрана, чтобы я закрепил либо ползание, либо прыжки. Тогда эта подвижная игра будет реально правильно подобрана на закрепление. Если я возьму просто игру с бегом, то в принципе я просто для того, чтобы, ну, может быть, поднять моторную плотность хорошо. Но при этом, еще раз повторяю, мы здесь, выполнив ползание там 2-3 раза или прыжки там 2-3 раза, а если бы мы еще закрепили в подвижной игре, то это было бы более качественное изучение основных движений. Поэтому я бы вам посоветовал все-таки координировать подвижные игры таким образом и подбирать их в занятиях, чтобы мы закрепляли основные движения. Четвертый блок, очень большой, это спортивные игры. В детском саду федеральная программа предлагает нам 6 спортивных игр. Это городки, баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис. При этом спортивные игры в федеральной программе записаны таким образом, что они могут проводиться, если образовательная организация имеет на это условия. Я думаю, вы понимаете, что для того, чтобы провести, например, баскетбол, у вас как минимум должны быть мячи и баскетбольные кольца. Если мы хотим провести хоккей, то для этого у меня должны быть клюшки и шайбы. И не одна клюшка и шайба, а их несколько, чтобы хотя бы подгруппа могла заниматься. Так же, как и бадминтон и настольный теннис. Но мы не говорим прямо в виде спорта, мы говорим про элементы. Следовательно, я могу каким-то образом организовать элементы этих игр. Дальше. Спортивные упражнения. Видите, спортивные игры и спортивные упражнения – это два разных блока. В спортивные упражнения входят катание на санках, катание на лыжах, катание на коньках, катание на велосипеде, в младших группах трехколесный, в старших группах двухколесный, катание на самокате и в спортивные упражнения ушло плавание. И опять же, в федеральной программе написано, что спортивные упражнения, во-первых, проводятся на физкультурных занятиях либо на улице, либо на прогулке. То есть вы вот эти упражнения спортивные при наличии опять условий в детском саду, вы их используете в работе в основном на улице. Ну, кроме, конечно, плавания. То же самое, как и плавания. Если у вас в детском саду нет бассейна, то понятное дело, что плавание вы точно не сможете выполнить. Далее. Шестой блок. Самый большой блок в плане, будем так говорить, популяризации, консультирования и так далее. Это формирование основ здорового образа жизни. Мы здесь пытаемся дать знания о факторах, положительно влияющих на здоровье. Какие-то спортивные события, достижения отечественных спортсменов. Что это такое? Ну, это говорит о том, что здесь нам придется, а у кого-то уже все это есть, создать целую базу пособий. Это могут быть, первое, лэббук о здоровье, о своем теле и так далее. Дальше. Книжки-раскладушки, консультации для родителей, мультики по здоровому образу жизни, про спорт и так далее, тому подобное. Дальше. Мы можем делать какие-то проекты семейные по данной теме, здорового образа жизни. То есть вот этот блок, блок очень большой и насыщенный, который не будет входить в физкультурные занятия, но он будет входить в беседы, в какие-то определенные дополнительные показы, лепки, возможно, какие-то там, лепка, например, спортивных видов, спорта, да, там, мяч футбольный слепить там или еще что-нибудь. И седьмой блок под называнием активный отдых. Сюда входит в каждой возрастной группе будет физкультурный праздник, физкультурный досуг или развлечение, я называю. Дальше. День здоровья, туристские прогулки и экскурсии. Этот блок для нас самый важный для воспитательной работы в патриотической тематике, социально значимой тематике, в государственных праздниках, которые мы используем, какие-то яркие события, великие спортсмены, наши внутренние праздники, региональные праздники. Вот все в активном отдыхе мы будем с вами использовать по федеральной программе. Вот это, как вы видите, система содержания, в котором семь блоков. Они крутятся в каждой возрастной группе, начиная с дошкольного возраста. Если мы говорим с вами от трех до семи лет, то есть вторая, младшая, средняя группа, старшая и подготовительная. Содержание у всех семь блоков есть. Правда, они у всех немножечко разные по содержанию. Идем дальше с вами. Как видите, вот здесь уже содержание по каждой возрастной группе. Вот здесь от двух месяцев до одного года. Желтеньким я выделял себе тот, так называемое, материально-техническое обеспечение, которое мне нужно будет, чтобы реализовать вот это содержание от двух до одного года. Что мне нужно? Мне нужны будут игрушки всего-навсего. И, как видите, здесь работает педагог. Инструктора здесь нет. Ну, для нас два месяца, один год, я думаю, не так интересно. Поэтому мы пойдем сразу чуть-чуть дальше, чтобы начать со второй младшей группы. Давайте возьмем. Вторая младшая группа. В федеральной программе, повторяю, для каждой возрастной группы есть четко. Итак, помните, основные движения или основная гимнастика. Есть бросание, катание, ловля и метание. Во второй младшей группы вы должны будете, как инструктор с детьми, обучать их вот этим упражнениям. Первое. Прокатывание двумя руками большого мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху и сзади. Упражнение достаточно простое. Во второй младшей группе все дети практически его выполняют. Дальше. Скатывание мяча по наклонной доске. Вот такое упражнение вы должны будете разучить с детьми второй младшей группы. Катание мяча друг к другу, сидя, парами ноги врозь, стоя на коленях. Отличное упражнение, все выполняется. Прокатывание мяча в воротце под дугу, стоя парами. Тоже хорошее упражнение во второй младшей группе. Расстояние будет не очень большое между детьми, и вы его выполните. Дальше идет ходьба вдоль скамейки, прокатывание по ней мяч двумя и одной рукой. Для второй младшей группы, я думаю, что больше 50% выполнят эту задачу. Следующее. Произвольное прокатывание обруча и ловля обруча, катящегося от педагога. Думаю, что это упражнение достаточно все-таки сложновато будет для второй младшей группы. Но я думаю, что процентов 40-30 справится. Дальше. Бросание мешочка с песком в горизонтальную цель. Корзина двумя и одной рукой при небольшом расстоянии, хотя здесь расстояние, как видите, не указывается. Его вы сами будете контролировать. И я думаю, что все это выполнится. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Вторая младшая группа. Я думаю, что здесь большой процент брака будет. И дети, скорее всего, больше 60% это упражнение не выполнят. Бросание и ловля мяча в парах. Вообще практически упражнение очень сложное. И во второй младшей группе, я думаю, что это упражнение выполнят единицы. Далее. Бросание одной рукой мяча в обруч расположены на уровне глаз ребенка с расстояния полутора метров. Да, будет выполнение, но техника будет никакая. Броски будут непонятно какие. Но все-таки я думаю, что процентов 50 справится. Метание вдаль. Ну, то, что метнут, то и метнут. И перебрасывание мяча через сетку. Опять не указана высота сетки. Вы, как инструктор, должны сами определить высоту. Я определяю высоту сетки и высоту баскетбольного кольца в каждой возрастной группе следующим образом. Я выстраиваю детей по росту. Далее беру среднего ребенка. Среднего ребенка беру. Ставлю его, и он поднимает руку вверх. То есть средний ребенок, подняв руку вверх, вот это высота кольца или высота сетки, через которую будут перебрасывать все дети этой возрастной группы. Вот так я подбираю высоту баскетбольного кольца или же сетки, через которую бросает ребенок. Идем дальше. Ползание-лазание во второй младшей группе. Итак, ползаем на четвереньках расстояние 4-5-6 метров до кегли. Взять ее, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой. Простейшее упражнение. Все выполнят 100%. Дальше. Ползание по гимнастической скамейке за катящимся мячом. Честно говоря, ну для меня это упражнение... То ли это катит перед ним инструктор этот мяч, потому что если это будет ребенок катить, то я боюсь, что здесь только с удержанием ребенка можно это выполнить. Дальше. Проползание на четвереньках под дугами. 3-4 дуги. Без проблем. Ползанный на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске. Большая половина выполнит. Влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом. Те, кто не боятся высоты, сделают. Подлезание под дугу, не касаясь руками пола, сделают. Идем в следующее наше основное движение. Ходьба. Ходьба в заданном направлении во второй младшей группе, небольшими группами, друг за другом, по прямой, по кругу, обходя предметы, врасцепную, змейкой. Все выполнят. Ходьба на носках. Видите, написано в федеральной программе на носках. Дальше, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы, сделаем. Остановка по сигналу, сделаем. Парами, друг за другом, в разных направлениях, сделаем. Выполнение заданий, присесть, встать, идти дальше, сделаем. По наклонной доске, я думаю, что большинство сделает. И ходьба, чередование с бегом, сделаем. Теперь бег. Бег группами по одному за направляющим будет, но будет достаточно без дистанции, будем так говорить. Соблюдение дистанции будет очень-очень сложным. Врасцепную сталкивание у детей постоянно, да еще и смена темпа, я думаю, что здесь будет достаточно проблематично. Бег по кругу будет. Обегая предметы, да, но при том количестве детей, которое у нас может быть, я думаю, что здесь будет определенное внимание на технику безопасности. Дальше. Бег со сменой направления, остановками, мелким шагом на носках, да. В чередовании с ходьбой, да. Бег, убегание от ловящего, ловя убегающего, да. И вот здесь, посмотрите внимательно, бег идет дозированный. То есть бег в течение 50-60 секунд, быстрый бег 10-15 метров и медленный бег 120-150. Дальше я вам покажу, как я по каждому возрасту разбил вот это на именно дозированный бег. Итак, вторая младшая, продолжаем. Прыжки. Прыжки на двух ногах, я думаю, да. Прыжки на одной, нет. Не думаю, что во второй младшей группе у меня запрыгают все дети на одной ноге. Дальше. Прыжки на месте и прыжки, продвигаясь вперед, да. Прыжки через линию, да. Прыжки в длину с места 40 сантиметров, я думаю, что в конце года, да. Через 4-6 параллельных линий, да. Дальше идет спрыгивание. Высота 10-15 сантиметров. Честно говоря, для меня спрыгивание даже в подготовительной и старшей группе было проблематично. Ну, здесь федеральная программа дает нам, конечно, ну, конечно, можно попробовать. 10 сантиметров – это высота гимнастического мата, да. Если я положу два гимнастических мата, а третий внизу, то с двух матов прыгнуть на один мат, я думаю, что да, возможно. Перепрыгивание через веревку высота 2-5 сантиметров, да. Упражнение в равновесии. Ходьба по прямой извилистой дорожке, когда узкая дорожка, да. Обычный приставной шаг. По гимнастической скамейке, да. По ребристой, да. По наклонной, да. Перешагивание через рейки лестницы, да. По шнуру, плоскому обручу, да. Приставным шагом с выполнением заданий, да. На носках с остановкой, да. То есть здесь, в принципе, почти все достаточно хорошо. Теперь общеразвивающие упражнения. Я сразу давайте разделю их на эти три части. Упражнение верхнеплечевой пояс и укрепление мышц рук. Дальше. Упражнение для укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. И упражнение для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса. Что хочу сказать. Что там, где у нас верхнеплечевой пояс, это будут все упражнения, где мы будем с вами поднимать, опускать, отводить вверх, вниз, за спину и так далее. Или перекладывать, делать хлопки. То есть махи руками. Все, что можно отвести вперед, поднять вверх, это все здесь. Если мы говорим с вами про упражнения на мышцы спины и гибкости позвоночника. Любые наклоны. Вперед, назад, вправо, влево и так далее. Из положения сидя, из положения лежа. То есть все это как раз и будет у нас упражнение для этого. Если мы говорим про упражнения для мышц ног, то здесь понятно. Это сгибание ног, это приседания, это поднимание на носки, это выпады различные в сторону, вперед, назад и так далее. И отсюда вы понимаете, что в принципе каждая группа упражнений имеет определенные четкие базовые движения, которые мы с вами будем выполнять. И они все уже известны достаточно давно. Ритмическая гимнастика или музыкально-ритмические упражнения. Вторая младшая группа, помните? Ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой по кругу. Держать за руки на носках топающим шагом вперед приставным шагом. Я думаю, дети сделают. Далее. Поочередно выставление ноги вперед на пятку. То есть так называемый казачок. Притопывание, приседания, пружинки, кружение сделают. Вторая младшая. Иментационные движения. То есть упражнения, которые как бы повторяют там образы. Хитрая лиса, веселый котенок, зайчик и так далее. Строевые упражнения. Смотрите, какие строевые упражнения федеральная программа предлагает для второй младшей группы. Построение в колонне по одному раз. В шеренгу два. И в круг по ориентирам. Перестроение в колонну по два. В расцепную. Смыкание и размыкание обычным шагом. Повороты вправо и налево переступанием. Вторая младшая группа. Вправо и влево. Я думаю, нет. Далее. Перестроение в колонну по два. Нет. Построение в колонну раз, в шеренгу, в круг два. Согласен. Смыкание, размыкание обычным шагом. Ну, возможно. Вот такие строевые упражнения, которые во второй младшей группе. Идем дальше с вами. Подвижные игры. Я вам сказал, что в подвижных играх нету описания, какие игры вы должны использовать. Я взял в данном случае, как вы видите на слайде, это игры, которые я не разрабатывал, а использовал в программе «Малыши крепыши». И, как видите, здесь у меня игры разбиты на метание, ловлю и бросание, на ползание, лазание, на ходьбу, бег, прыжки и равновесие. То, что я вам говорил, что я игру подбираю в физкультурном занятии согласно закреплению основных движений. Если сегодня у меня были упражнения в метании, то у меня будет выбрана игра, либо быстрый мяч, либо кто дальше бросит мешочек, либо попадет в круг, либо подбросит повыше, либо поймает мяч. Если у меня были сегодня основные движения с прыжками, то я выберу игру с прыжками. Какие задачи подвижные игры ставятся? Во-первых, поддержание активности, организация сюжетных, несюжетных игр, действуем сообща, соблюдаем обязательно правила, начало и окончание упражнения или действия по сюжету или по сигналу. И придаем движениям, которые дети выполняют, уже какие-то образы они должны выполнять с точки зрения выразительности. Если я все-таки лиса, то я такая вот вся из себя лиса. Они должны это как раз показать. Ну, конечно, по вашему образу. Спортивные упражнения. Помните, мы с вами говорили. Вторая младшая группа. Катание на санках. По прямой. Перевозя игрушку или друг друга. И самостоятельно с невысокой горки. Я понимаю, что для этого, как минимум, нам нужно будет построить эту горку. Сложная задача. Но вот по прямой, перевозя игрушку и друг друга, я думаю, что мы выполним. Ходьба на лыжах. Вторая младшая группа. Я, честно говоря, не берусь выполнить во второй младшей группе. По нескольким причинам. Это и у нас будет нехватка времени и слишком долгая экипировка, которую нужно одеть. Но здесь, смотрите, по прямой, ровной лыжне, ступающим и скользящим уже шагом во второй младшей группе. Я думаю, что те ребята, которые живут у нас на севере, где у них снега много-много, они, скорее всего, во второй младшей группе выполняют упражнения. А вот ребята, которые живут в средней полосе России и, например, на юге, да, в Сочи, я думаю, что это упражнение не выполнено. Дальше. Катание на трехколесном велосипеде. Прямая, круг, поворот направо-налево. Если у вас появятся трехколесные велосипеды, я думаю, что, ну, детей, не всех, скорее всего, но часть детей можно будет научить. Плавание, если есть бассейн, понятно, здесь погружение в воду, ходьба, бег в воде прямо по кругу и игры с плавающими игрушками. Ну, здесь все, в принципе, доступно. Блок формирования основ здорового образа жизни. Итак, у нас здесь, я уже говорил вам, что мы должны с вами, первое, во второй младшей группе, это научить самостоятельно ребенка ухаживать за собой, соблюдать чистоту, порядок, ухаживать за своими вещами, игрушками, формировать представление о роли чистоты, о сохранении своего здоровья, соблюдение правил безопасности. Ну, например, когда вы бегаете, не наталкиваетесь друг на друга. Дальше. Активный отдых. Как видите, здесь у нас нету спортивных игр, поэтому всего лишь шесть пунктов спортивных игр во второй младшей нету, слава богу. Городков, баскетбола и так далее. Итак, шестой пункт. Активный отдых. Посмотрите, в федеральной программе четкие условия. Досуг физкультурный или развлечение проводится, смотрите, не один раз, как раньше было в месяц, а один-два раза в месяц, во второй половине дня, преимущественно на свежем воздухе, время, продолжительность 20-25 минут. Это требования федеральной программы. Что входит в физкультурный досуг развлечения? Подвижные игры и упражнения, игры забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. День здоровья проводится один раз в квартал, то есть один раз в три месяца. Вы видите, что здесь нет у вас физкультурного праздника, то есть вторая младшая группа в физкультурных праздниках не участвует. В Дне здоровья мы используем подвижные игры на воздухе, физкультурные развлечения, досуги, спортивные упражнения, катания на разных там самокатах, велосипедах и возможные выходы за пределы участка детского сада. Дальше будет все то же самое, но я не буду обращать сейчас среднюю и старшую. Давайте возьмем сразу подготовительную группу, потому что там все эти виды будут и мы с вами их разберем как раз сейчас. Итак, дошкольный возраст, подготовительная группа. Основные движения – бросание, катание, ловля, метание. Давайте посмотрим, выполним ли мы как инструктора интуитивно те упражнения, которые нам предлагает федеральная программа. Итак, бросание мяча вверх, а землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд. Я думаю, что выполнимое упражнение. Упражнение – бросание одной рукой не менее 10 раз. Тоже выполнимое упражнение, но я думаю, что здесь процентов 80 выполнен. Дальше. Передача и перебрасывание мяча друг к другу, сидя по-турецки, лежа на животе. Я так понимаю, передача мяча, лежа на спине, когда вы лежите друг к другу головой и руками передаете мяч. И также передача мяча или перебрасывание в ходьбе. Упражнение достаточно сложно-координационное, но я думаю, что они выполнимы. Прокатывание, перебрасывание друг к другу набивных мячей. Учитываем, что здесь в федеральной программе набивные мячи есть. Вес от 500 до 1 килограмма. Дальше. Перебрасывание мяча друг к другу снизу от груди, сверху двумя руками – это элементы баскетбола. И я думаю, что в данном случае мы их сможем выполнить. Передача одной рукой от плеча – тоже элемент такой баскетбола, и мы его выполним. Передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую. В подготовительной группе большинство детей это выполняет. Метание цель из положения стоя на коленях и сидя. Честно говоря, не могу понять, почему нету стоя просто, а только стоя на коленях и сидя. Наверное, пропустили. Метание вдаль – понятно. Метание в движущуюся цель. Никогда не думал, что минимум будет такой, что я должен научиться метать движущуюся цель. Это еще надо придумать, как ее организовать, эту движущуюся цель. Но если только в подвижных играх выбивал и так далее. Согласен. Дальше. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. Я вам сказал уже, как я определяю высоту корзины. Построил всех по росту. Средненького взял, руку поднял. Все, набрали высоту. Катание мяча правой-левой ногой. Футбол по прямой. Дальше. Между предметами и друг к другу. Ведение мяча, продвигаясь между предметами по кругу. Это тоже футбол. И ведение мяча с выполненным заданием. Повороты, передача другому. То есть для бросания, ловли, катания ничего такого прям сверхъестественного федеральная программа нам не дает. Ползание-лазание. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед-назад. Нормально. На животе, на спине, отталкиваясь руками-ногами. Нормально. Влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным-разноименным способом. Отлично. Перелезание с пролета на пролет. Мое любимое. Пролезание в обруч различными способами. Отлично. Лазание по веревочной лестнице. Я последнее время, когда работал, веревочную лестницу практически не использовал. Для меня шведская стенка была. То есть теперь я понимаю, чтобы мне выполнить это условие, мне нужно будет каким-то образом эту веревочную лестницу приспособить. Это есть сейчас. Специально продаются уже какие-то шведские стенки с этими лестницами. Или же мне придется делать какое-то приспособление. И дальше смотрите, я красненьким выделил. Выполнение упражнения на канате. Захват каната ступнями ног. Выпрямление ног с одновременным сгибанием рук. Перехватывание каната руками. И влезание по канату на доступную высоту. Для меня канат для мальчишек хорошо. Для девчонок канат мне непонятен вообще. Где девчонки собираются этим пользоваться. Пацанам понятно для того, чтобы у них были сильные руки, ноги. Я согласен. Для девчонок, я думаю, что это упражнение не свойственно. Ходьба. Итак, ходьба обычная. Гимнастический шаг, скрестный шаг, спиной вперед, выпады с закрытыми глазами, приставным шагом назад. Замечательно. Все выполнено. В приседе, да? С различными движениями рук, да? В различных построениях, да? Бег. Бег в колонии по одному, хорошо. В рассыпную, хорошо. Парами, хорошо. Тройками, четверками, хорошо. Остановка по сигналу, замечательно. В сочетании с прыжками, с линию на линию, с кружка, да? Высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладони, согнутых в локтях. Впервые вы увидели методические указания, да? То есть, высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладони, согнутых в локтях рук. Нормально. Дальше. Захлест голени назад, понятно. Выбрасывание прямой ноги вперед, хорошо. Дозированный бег. 10 метров с наименьшим числом шагов. Медленный бег до 2-3 минут. Быстрый бег 20 минут. 2-3 раза с перерывами. Челночный бег наш любимый 3 по 10. Бег на перегонки. Бег из разных исходных положений. Это очень любимое упражнение моих детей. Просто они балдеют от этого. Бег со скакалкой. И бег по пересеченной местности. Ну, я так понимаю, что бег по пересеченной местности, это... Ну, в детском саду, если у них хорошая территория, то они смогут, конечно, организовать. Если, например, у них там есть какая-нибудь экологическая тропа, и вот по этой тропе может быть... Ну, да, возможно, да. Но просто так я не думаю, что мы сможем сделать пересеченной. Потому что пересеченная местность подразумевает разные покрытия. Прыжки. Подпрыгивание на двух ногах 30 раз. В чередовании с ходьбой. Без проблем. Прыжки на месте с поворотом кругом. Да. Прыжки, смещая ноги вправо-влево. Так называемый лыжник вперед-назад с движением рук. Да. Прыгивание на предметы высота 30 сантиметров с разбега 3 шага. Здесь я предполагаю, что я делал это упражнение только с использованием гимнастических матов, которые упирались в стенку. То есть разбег 3 шага и прыжок на эти маты. По-другому, на какой-то предмет, который будет не такой большой, а менее маленький, я бы, конечно, не стал делать. Дальше. Подпрыгивание вверх из глубокого приседа. Но это упражнение очень и очень физическая нагрузка, достаточно серьезная. Ну, возможно, возможно. Прыжки на одной ноге. Да. Другой, толкая перед собой камешек. Стоп. Мы играли в детстве, когда я на той ноге, на которой прыгаю, я этой же ногой толкаю камешек, играя в классике. А если я прыгаю на одной ноге, а другой толкаю перед собой камешек, ну, возможно, как-то неправильно сформулировано. Либо я что-то не понимаю. Дальше. Прыжки в длину, понятно, в высоту с места, с разбега, понятно, на соревновании даже. Прыжки с короткой скакалкой. Вот. Короткая скакалка есть здесь. Прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками. То есть, это прыжок через скакалку и подскок. Дальше. Прыжки с ноги на ногу. То есть, я прыгаю на правую ногу, скакалка проходит, левую проходит. Так. Бег со скакалкой, понятно. Помните, да, бег со скакалкой у нас был даже там где-то еще раньше. Прыжки через обруч, вращая его как скакалку. Ну, это уже вариации пошли. Прыжки через длинную скакалку. Отлично. Длинная скакалка есть. Пробегание под вращающийся, прыжки через вращающийся, вбегание под вращающийся прыжок, пробегание под вращающийся скакалкой парами и так далее. Отличные упражнения, все выполнимы. Единственное, я здесь добавил, что мне нужна будет скакалка не менее 3,5 метра. Дальше. Упражнение в равновесии. То есть мы используем здесь скамейки, скорее всего. Подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой катя перед собой набивной мяч. Ну, вот это еще более-менее. Стойка на носках. Стойка на одной ноге, закрыв глаза. Ходьба по скамейке с перешагиванием по середине палки, пролезание в обруч. Отлично. Ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки. Упражнение я выделил красным. Я бы его, если и делал бы только, держа ребенка за руку, потому что самостоятельно, скорее всего, ребенок не выполнит это упражнение. Ходьба по узкой рейке. Хорошо. Ходьба по гимнастической скамейке на каждый шаг, высоко поднимая ногу. Да, прыжки на одной ноге вперед, удерживая другой ногой мешочек с песком. Так. Прыгаем на одной ноге, а мешочек удерживаем. То есть, наверное, ногу нужно будет согнуть назад, чтобы мешочек держался под коленом, скорее всего. Так. Ходьба по шнуру, опираясь на стопы и ладони. Очень сложное упражнение. Реально. Надо попробовать самому сделать. Так. Кружение с закрытыми глазами. Да. Остановка, сохранение заданной позы. Да. После бега, прыжков, кружение, остановка, выполнение ласточки. Отлично. То есть, есть пара упражнений, которые я бы, конечно, бы спорил. Общеразвивающие мы с вами договорились, что в первом блоке у нас поднимание, сжимание, опускание, махи, круговые движения. Во втором у нас любые наклоны из разных положений вперед, назад, вправо, влево. В третьем у нас сгибание, разгибание ног, махи ногами, выпады, приседания и так далее, тому подобное. Вот здесь можете обратить внимание, приседания у стены, затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены. Это стандартное упражнение для определения вашей осанки. Идем дальше. Подвижные игры. Так. А, нет, виноват. Общеразвивающие мы с вами два прошли, да? Дальше идет у нас музыкально-ритмические движения. Смотрите. Танцевальный шаг польки. Переменный шаг. Шаг с притопом, с лапками, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке на носок. Все упражнения эти изучаются, повторяю, на музыкальных занятиях. Здесь мы только повторяем. Строевые упражнения. Давайте посмотрим в подготовительной группе, что от вас федеральная программа требует, чтобы ваши дети, возможно, выучили. Быстрое самостоятельное построение в колонну по одному, по два в круг в шеренгу. Отлично. Сделаем. Равнение в колонне шеренги. Сделаем. Перестроение из одной колонны по двое, по трое, по четыре на ходу. Из одного круга в несколько. Ну, в подготовительной группе я думаю, что это возможно. Но я уверен, что все-таки для меня, как инструктора, эти построения, вот эти движения, ну, я думаю, что процентов 60-70 очень хорошо сделают. Процентов 30 будут немножечко, ну, не до конца, да, понимать. Дальше. Расчет на первый, второй, да. Размыкание, смыкание приставным шагом, да. Повороты направо, налево, кругом, да. Повороты во время ходьбы на углах площадки, да. Отлично. Уважаемые коллеги, посмотрите, сколько всего строевых упражнений. Когда вам говорят, что ваши дети там должны уметь там чуть ли не, блин, военную эту академию, вот всего-навсего. Колонна шеренга. Повороты направо, налево. Расчет на первый, второй. По сигналу быстренько построятся в колонны или в круг там и так далее. Ничего сложного. Все, в принципе, доступно. Подвижные игры мы уже с вами сказали, как подбираются. И вы сами картотеку игр будете делать. Я опять выделил игры с ходьбой, бегом, прыжками, метанием, бросанием, ползанием, лазанием. И их я вставляю на закрепление основных движений. Спортивные игры здесь достаточно много. И смотрите в федеральной программе, акцентирую ваше внимание. В зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. Вот прям видите, в федеральной программе это написано, что вы должны понимать, что вы эти спортивные игры только сможете выполнить, если у вас есть условия и оборудование. Если вам позволяют региональные и климатические особенности. Городки. Баскетбол. Футбол. Хоккей. Бадминтон. Бадминтон. Настольный теннис. Упражнения в принципе простые. Возьмем давайте бадминтон. У нас есть перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки. Или через сетку. Правильно удерживая ракетку. Вот чему вы должны научить ребенка элементам бадминтона. Все. Никаких лишних, ничего нет. Да, если вы научите их чуть-чуть больше чему-то, хорошо. Но это минимум, который нужно сделать. Я думаю, что это возможно. И также по всем остальным видам. Спортивные упражнения. Помните, катание на санках. Катание на коньках. Катание на лыжах. Катание на двухколесном велосипеде. Катание на самокате и плавании. Ну, давайте возьмем, например, ходьба на лыжах. Скользящий шаг по лыжне. Заложив руки за спину 500-600 метров. Отлично. Спокойно сделаем. Попеременный двухшарный шаг ходом с палками. Ну, я думаю, что большинство детей где-то процентов 60 освоит. Но я думаю, что в тех регионах, где у нас северные широты, я думаю, что они освоят 100%. Дальше. Повороты переступанием все осваивают. Поднимание на горку. Это еще и горку надо будет сделать. Лесенка и елочка. Ну, здесь, я думаю, что не все. Так. Ну, понятно, да? Что, в принципе, здесь достаточно простые упражнения тоже. Формирование основ здорового образа жизни. Итак, мы здесь уже выходим на уровень выхода из детского сада. Поэтому дети уже должны как бы понимать факторы, которые влияют на здоровье. Понимают, что такое, что физкультура – это укрепление здоровья. Знают разные виды спорта. Смотрите, здесь прям дают даже нам. Санный спорт, борьба, теннис, синхронное плавание. То есть вы уже заведомо будете искать материалы, чтобы рассказать о разных видах спорта. Возможно, у вас в вашем городе или поселке есть кто-то чемпион Олимпийских игр или чемпион мира по какому-то виду спорта. Грех не взять этот вид спорта, о нем не рассказать, еще и не пригласить этого чемпиона. Дальше. Если мы говорим с вами о профилактике и охране здоровья, то есть это безопасное поведение, мы говорим про технику безопасности в играх, в прыжках, с мячом и так далее. Дальше мы говорим о туристских прогулках и экскурсиях. То есть здесь у нас появляется, смотрите, слово «туристские». То есть не туристические. Значит, это писал человек, занимающийся спортивным туризмом. Поэтому туристские прогулки и экскурсии. Приучаем детей следить за своей осанкой. Дальше. Элементарная первая помощь. Понимание того своего самочувствия, которое есть, чтобы ребенок мог сказать вам, что мне сегодня плохо. Сострадание к людям с особенностями здоровья. Стремление детей заботиться о своем здоровье и самочувствии других детей. Это вот формирование здорового образа жизни. Активный отдых. Внимательно сейчас смотрим, запоминаем, даже, может быть, себе помечаем. Физкультурный праздник. Федеральная программа говорит нам два раза в год. Продолжительность в подготовительной группе не более полутора часов. Конкретные четкие цифры. Что в содержание праздника входит? Это сезонные спортивные упражнения. Если я провожу летний и зимний праздник, то понятное дело. Дальше. Используем элементы соревнования. Игры и эстафеты. Спортивные игры. Но самое важное. На базе освоенных ранее физических упражнений. То есть здесь четко прослеживается теория методика и педагогика. То есть мы на праздниках уже должны с детьми выполнять только те двигательные задания, которые до этого разучили. Не должно быть на празднике сюрпризных каких-то вещей, где дети будут думать, как их сделать. И даже их опыта может не хватить на то, чтобы сделать это правильно. Вы потеряете время. Вы не увидите качества. И вы, в принципе, не выполните определенные задачи. Физкультурный досуг развлечения. Один-два раза в месяц во второй половине дня продолжительность 40-45 минут. Здесь у нас все физкультурные досуги развлечения должны посвящаться либо социальным значимым каким-то датам, патриотическая тематика, государственные праздники, спортивные события. То есть вот эти все развлечения мы делаем на то, чтобы воспитывать нравственно-волевые качества, патриотические качества. День здоровья один раз в квартал, это один раз в три месяца. И здесь мы проводим либо здоровительные мероприятия, либо мы включаем туда, опять же, физкультурные досуги развлечения или туристские прогулки. Официально федеральная программа минимум дает нам того, что мы должны в подготовительной группе провести туристские прогулки и экскурсии. Конечно же, при наличии возможностей дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. То есть здесь есть требования. Пешеходная прогулка у нас с вами продолжительность, если мы в одну сторону идем, не более 40 минут. Дальше идет перерыв, в который мы можем поиграть с детьми, там что-то такое. И дальше возвращаемся обратно. Но пешеходная прогулка не должна быть более двух с половиной часов. И при этом пешеходная прогулка должна иметь еще и воспитательную задачу. То есть либо мы знакомимся с историей, либо какие-то боевой трудовой славы, либо мы знакомимся с какой-то достопримечательностью в вашем городе, либо мы идем на какую-то экскурсию на завод и посмотрим, как работают на заводе или в какой-то организации люди. Детский туризм. Значит, у нас здесь активный отдых. Мы развиваем у них понимание, какой бывает туризм. Безопасность, когда вы идете в поход. Собирание рюкзака. Дальше преодоление разных препятствий, ну небольших таких, которые могут встретиться у нас. Это кочки, это какой-то небольшой овраг, это какой-то небольшой ручеек там и так далее. Это вот то, что касается активного отдыха. Как я вам обещал, дозированный бег. Я его распределил по всем группам. Значит, 2-3 года медленный бег 40-80 метров. Если непрерывный, то до 40 секунд. 3-4 года, это у нас вторая младшая группа, мы видели медленный бег 120-150 метров до 1 минуты. Средняя группа, медленный бег 200 метров максимум. Старшая группа, медленный бег до 300 метров. И подготовительная группа, медленный бег до 3 минут и бег по пересеченной местности в содержании. И здесь мы с вами можем говорить о физкультурном оборудовании, а также инвентаре, пособиях, которые нам необходимы для реализации. Откуда вот это появилось? В федеральной программе этого нет. Это я, читая все содержание, выписывал, что мне нужно. И у меня получился этот список. Дальше, смотрите, здесь вот в данной табличке, это физкультурное оборудование. Чем отличается физкультурное оборудование от физкультурного инвентаря? Все очень просто. Физкультурное оборудование, я вам еще раз говорю, буду говорить не научным языком, а таким практическим. Физкультурное оборудование, это то, на чем мы занимаемся. То есть, скамейка, стенка, мат гимнастический, лестница, доска и так далее. На чем? Физкультурный инвентарь, это у нас то, с чем мы занимаемся. Мы занимаемся с веревкой, мы занимаемся со скакалкой, мы занимаемся с мечом и так далее. Как видите, список достаточно большой, но он самый стандартный. Палки гимнастические, скакалки, лента цветная, мечи нескольких размеров, кубики пластиковые, корзины, кегли, веревки эластичные, мишени навесные для метания, щит баскетбольный. То есть, ничего сложного и сверхъестественного вы здесь не увидите. Дальше. Для, будем так говорить, реализации этой программы мне понадобятся комплексы утренней гимнастики или, будем так называть, комплекс общеразвивающих упражнений. Я предлагаю, как бы, один комплекс на две недели. Дальше. Мне понадобится музыкальный центр. Это, как минимум, техническое средство обучения для музыкально-ритмических, например, движений или для каких-то еще дополнительных. Для строевых упражнений мне обязательно понадобится разметка физкультурного зала, чтобы были ориентиры, по которым мы сможем учить детей строевым упражнениям. То есть, маркеры, которые могут использоваться, игрушки, или это линии нарисованные, приклеенные или еще что-то. Пособия. Шапочки для подвижных игр. Погремушки, шишки, платочек, косичка, камешек, карточки подвижных игр, карточки-считалочек, карточки с изображением каких-то двигательных заданий. То есть, это все мне необходимо для того, чтобы я мог реализовать эту программу. Для спортивных упражнений. Санки нужны, лыжи нужны, коньки нужны. Ну, а если это у вас, а ваша администрация сможет приобрести, замечательно. Не сможет приобрести, ну, значит, будете либо опять искать спонсоров, либо привлекать ваш родительский комитет. Там, ну, будете каким-то образом. Дальше у нас спортивные игры. Нам нужно будет приобрести городки, элементы баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса. Ну, в принципе, во многих детских садах больше половины всего этого есть. Ну, если нет, возможно, вы сможете приобрести. Нет, еще раз напомню, что спортивные игры, спортивные упражнения проводятся в зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. Не забываем это. Формирование здорового образа жизни. Блок, я сказал, большой, что я предлагаю. Итак, нам нужны будут инструкции, правила безопасности, да, по технике безопасности на различных видах двигательной деятельности. Прыжки, ходьба на лыжах, с мячами и так далее. Далее. Я подобрал видеозаписи с мультфильмами. Мой дадыр, птичка, тари. Это про зубки. Мой дадыр, про то, что нужно умываться. Про бегемота, который боялся прививок. Королева зубная щетка. Неумойка. Спортивные пошли. Шайбу, шайбу. Необыкновенный матч. Спортландия. Утенок, который не умел играть в футбол. Баба-яга против. Смешарики, мимишки. Маша и медведь. Разрешенные федеральной программой. Белка и стрелка. Спортивная команда. Дальше мы берем книжку-раскладушку «Здоровый образ жизни». Рисунки детей. Виды спорта. Лэп-бук. Я и мое тело. Настольная игра. Латой, если хочешь быть здоров, виды спорта. Картотека дидактических игр по теме «Здоровый образ жизни». Раскраска виды спорта. Это тот минимум, который у меня был, когда я работал инструктором. И мне хватало, чтобы формирование основ «Здорового образа жизни» дети освоили. Идем дальше с вами. Музыкально-ритмические движения. Есть музыкальные треки. Их можно скачать. Вот «Зайки встали по порядку», «Разминка капитана Краба» там. Ну и так далее. То есть это для музыкально-ритмических. Я думаю, что треки вы можете скачать сейчас в интернете все, что угодно. Вот «Лэббук», вот «Лато». Вот у меня уже дети в детском саду в 91-м. У нас есть площадка наша. И как вы видите, книжка-раскладушечка, раскрасочки. Мой дадыр книжечки. Мультфильм «Баба и Га против» про Олимпиаду и мишку олимпийского. Рисунки детей. Вот эта интерактивная игра «Помоги Пете найти баскетбольный мяч». Ну, то есть это вот то, что мы можем использовать. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации программы. Я думаю, что мы это здесь общие фразы. Главное, чтобы вы понимали, что есть сетевая форма. То есть когда у вас нет чего-то, вы можете с какой-то организацией договориться и провести на базе этой организации. Но для этого нужно заключить сетевой договор. То есть я могу иметь рядом ледовую арену и договориться с ними, чтобы мои дети ходили туда кататься на коньках. Я могу провести выполнение нормативов ГТО, договорившись с центром тестирования и так далее. То есть вот это говорит именно об этом. Дальше у нас с вами основная, будем так говорить, задача. Это метод, который мы используем, двигательная деятельность. В каждом возрасте они будут разные, но основные это все-таки физические упражнения наши и все остальное, то, что мы 7 блоков с вами говорили. Дальше. Вы можете использовать дистанционные образовательные технологии. То есть когда вы на видео записываете какие-то упражнения и дети, если они дома занимаются, могут это повторять. Единственный минус и самый большой минус, то, что вы не можете исправить неправильные позы, которые дети делают, то есть технику. Но дистанционка имеет место быть. Дальше. Средства, которые, понятное дело, что это, конечно же, различные оборудования, инвентарь. Мы с вами его сейчас перечислили информационные, технические, дидактические и так далее. Все это только что с вами перечислили мы. Дальше. Есть у нас методы традиционные. Вы их все знаете. Словесные, наглядные, практические упражнения, игровые, личный пример, поощрение, соревнования. И есть методы, в которых познавательная деятельность. Сейчас это очень модно. Информационно-рецептивный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения. Для нас эти методы не все, будем так говорить, в полной мере используются, но где-то мы их можем использовать. Дальше. Совместная деятельность педагога и детей разбита на четыре этапа. Первое. Это педагог с ребенком, когда ребенок обучается чему-то новому. И ребенок-педагог это равноправные партнеры. Второе. Это когда совместная деятельность группы детей под руководством педагога. То есть мы направляем совместную деятельность этой группы детей. Третье. Совместная деятельность детей со свестниками. Но без меня уже, но по моему заданию. И четвертое, когда дети спонтанно, самостоятельно, уже без вас могут организовать подвижную игру, например. Дальше. Подвижные игры, как мы сказали, у нас могут быть с бегом, лазанием, прыжками, метанием. И игры у нас, которые 6 штук нам даны. Мы с вами говорим о том, что игра для нас это центральное место в жизни ребенка. Следовательно, мы здесь стараемся играть как можно больше с детьми. Дальше у нас идет содержание образовательной деятельности, разделено на три блока. Утренний, дальше прогулка и вторая половина дня. И в федеральной программе расписано, что вы можете делать в утренний отрезок. Первое, это игровые ситуации, индивидуальные игры, сюжетно-ролевые, музыкальные, подвижные и другие. Практически проблемные ситуации какие-то по усвоению культурно-гигиенических, понятное дело, учим детей. Оздоровительный, закаливающий. И здесь же утром у нас стоит гимнастика. На прогулке у нас с вами, нет, виноват, в утреннее время у нас еще проведение занятий. Но при этом посмотрите внимательно, что в федеральной программе говорят про занятия. Введение термина занятия не означает регламентацию процесса. То есть занятие в федеральной программе рассматривается как форма организации образовательной деятельности. То есть это может быть все, что угодно. Это беседа, это игровое занятие, это тематическое занятие. То есть что хочу, то и делаю. То есть оно не должно быть конкретно, как мы с вами привыкли, построение, дальше ходьба, беговые, затем ОРУ, потом ОВД, потом у нас игра, потом у нас заключительная часть. Нет, можно варьировать и разные формы использовать. Дальше у нас во время прогулки подвижные спортивные упражнения направлены на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья. В спортивные упражнения у нас всякие катания там, в спортивной игре у нас их шесть. Дальше свободная на прогулке может быть индивидуальная работа с детьми, проведение спортивных праздников по необходимости. Идем дальше. Во вторую половину дня, и так у нас, помните, физкультурные досуги во вторую половину дня, развлечения, проведение зрелищных мероприятий, праздники какие-то. И посмотрите, самый последний пункт, индивидуальная работа с детьми в соответствии с разными образовательными областями. В данном случае мы говорим по физическому развитию. То есть индивидуальная работа с детьми проводится во второй половине дня, как и физкультурные развлечения и досуги. Самостоятельная деятельность. Здесь создание условий в детском саду. Самое главное, чтобы дети могли самостоятельно двигаться. Это какие-то различные оборудования ставятся на улице, в группе и так далее. Условия создаем. Самое главное – это условия. Условия для детской инициативы. То есть наша задача создать такие условия, чтобы дети все время хотели что-то делать. И они хотели этим заниматься. Мы создаем эти условия. Дальше идет, смотрите, сколько пунктов. Почти там 12 или 15 пунктов. Это описание, как вы работаете с семьей. В данном случае вы видите фотографии. Первая фотография – это мы с папами на 23-е. Вторая фотография вверху, в серединке – это праздник воздушных змеев. Третья – это семейный пробег. Видите, даже с колясками бегут. Дальше. День рождения детского сада, где мы тоже можем с семьей как-то дополнительно что-то делать. Дальше у нас родительский патруль, где детям рассказывают, как правильно вести себя. Дальше у нас это профессии героические, где папы рассказывают о том, какие бывают ситуации в той или иной профессии. Пожарные там, МЧС и так далее и тому подобное. Содержание коррекционно-развивающей работы. Этот блок мы с вами пропускаем, потому что у нас теперь есть конкретно дополнительная адаптированная образовательная программа. И там мы этот блок раскроем. Федеральная программа воспитания. Я вам сказал, что есть цель. Для нас это основной посыл, что мы с вами формируем у детей, что такое жизнь и что такое здоровье. И на основании этого мы ставим различные задачи и целевые ориентиры. Для нас жизнь и здоровье. То есть ребенок должен понимать, что такое жизнь, что такое здоровье. Как его укреплять, с помощью чего, какие нужно делать гигиенические, какие нужно делать закаливающие, что нужно делать физические упражнения и так далее. То есть здесь в федеральной программе эти целевые ориентиры есть, и вы их просто будете использовать спокойно и смотреть, могут ли выполнить это дети. В принципе, содержательный раздел, как вы видите, имеет вот такую структуру. Так, уважаемые коллеги, я сказал, что содержательный раздел будет очень и очень большой. Теперь, помните, я вам задал вопрос о том, сколько должно быть упражнений в утренней гимнастике или в комплексе общеразвивающих упражнений. Сколько должно быть повторений, от чего это зависит и почему. Хотелось бы увидеть, кто-нибудь ответил что-нибудь такое или нет. Так, ну здесь я вижу, что что-то пошло по личному кабинету у вопроса, да. Так, значит у нас личный кабинет мы сами заводим или нас завели. Так, личный кабинет, еще раз напоминаю, что когда вы зарегистрировались, получили, написали заявление, к вам должно прийти письмо с расписанием, там же логин и пароль и то, куда вы должны зайти и в личном кабинете уже работать. Все должно было быть на вашей почте, правильно, все, но почта не пришла. Да, посмотрите в спам. Если не пришла почта, просто-напросто отправляете письмо в техническую поддержку. Я думаю, что вам там помогут. Дальше. Запись вчерашней лекции. Значит, напоминаю, что я все лекции записываю. Дальше эта лекция, ссылка вставляется в документ, называется «Видеолекция». И после каждой темы, тема номер один, там стоит сейчас документ с ссылкой на первую лекцию, вчерашнюю. Сегодня в теме два появится чуть позже документ «Видеолекция», где будет ссылка на вот эту лекцию. И вы каждый раз можете в записи посмотреть, если не успели поучаствовать вместе с нами. Итак, Елена отвечает по вопросу моему в зависимости от возраста. Отлично, хорошо, но этого мало мне. Количество повторений, количество упражнений ОРУ зависит от возраста детей. Тот же ответ, но этого мне мало, ребят. От трех до четырех, пяти, шести общеразвивающих упражнений. От трех до четырех и пять, шесть. Это на каждую из трех групп или на все три? Тогда такой вопрос. Вторая младшая группа, четыре, пять упражнений по три, четыре раза. Так, но вы все не отвечаете мне «Почему?» Вот вопрос. Так, и все отвечают общими фразами от возрастной группы поставленных задач лет. Итак, давайте тогда я вам объясню, чтобы вам было понятно, потому что все ваши ответы, в принципе, меня не устраивают. Вы меня не убедили, понимаете, не убедили меня. Итак, объясню почему. Согласно СанПину, утренняя гимнастика во всех группах, средняя, старшая, подготовительная, идет 10 минут. Следовательно, количество упражнений не будет зависеть, в принципе, от возраста. Здесь количество упражнений зависит чуть-чуть от другого. Вот, Светлана одну из причин нашла, зависит от времени занятия. Согласно СанПину, в подготовительной группе занятие идет 30 минут, в старшей группе 25, в средней 20, во второй младшей 15 минут. Это согласно СанПину, и никто этого не может игнорировать. Так вот, мой комплекс общеразвояющих упражнений состоит из трех частей, правильно? Если я сделаю два упражнения на каждую из этих групп, верхний плечевой пояс, спина, позвоночник, ноги и брюшной пресс, то у меня получится шесть упражнений, и неважно, какой возраст. Шесть упражнений. Каждое упражнение я буду выполнять в течение одной минуты. Почему одной минуты? 30-40 секунд – это на само выполнение. 20 секунд – на то, чтобы объяснить и показать упражнение. Поэтому я даю приблизительно одну минуту на одно упражнение. Следовательно, комплекс общеразвивающих упражнений или утренняя гимнастика, сами упражнения, будет идти всего лишь шесть минут. Почему я буду выполнять 30-40 секунд упражнения? Это является опытным путем определено, что за 30-40 секунд я могу сделать 6-8 повторений. То есть, например, поворот головы на счет раз вправо – исходное положение, на счет два – влево – исходное положение. Это один повтор. Я его сделаю 8 раз, потому что это простое упражнение. И я затрачу на это как раз около 30 секунд. То есть, время повторов будет зависеть 30-40 секунд от сложности упражнения. У нас есть простые упражнения и сложные. Сложные, когда вы делаете из положения лежа, когда вы делаете в каких-то выпадах. Это сложно. На это чуть-чуть больше времени. Поэтому теперь давайте подведем итог. Значит, комплекс общеразвивающих упражнений у нас будет идти 6 минут. Мы рассчитываем, что на все три блока мы сделаем по два упражнения. Можете сделать по три, не вопрос. Но по два – это оптимальный такой вариант. Достаточно нам хватит времени. Далее, повторы будут у нас 6-8. Каждое упражнение будет длиться около одной минуты. Кроме того, согласно физиологии, человек, выполняя неподготовленный, как наши детки, выполняя определенное упражнение, в этот момент у него внутри мышцы происходит химическая реакция, которая переходит в механическую. Так вот, эта реакция, она может проходить как раз где-то до 40 секунд в том режиме, когда у вас мышца тонизируется. Она не напрягается и не начинает болеть. Если, понятное дело, вы будете большее количество делать, то мышца начнет болеть. То есть ионы водорода будут преобладать, и мышца начнет окисляться. Нам этого не надо. Нам нужно, чтобы у наших детей просто была функция тонизирующая. Поэтому теперь вы понимаете, сколько должно упражнений быть в общеразвивающих упражнениях. Утренняя гимнастика до 10 минут. Почему до 10 минут? Да потому что перед тем, как мы сделаем эти упражнения, мы еще сделаем движения в ходьбе, какие-то беговые упражнения, и у нас получится как раз эти 10 минут. Понятно? Повороты головы, какой из трех? Как? У нас с вами верхний плечевой пояс. Мышцы шеи соединяются с верхним плечевым. Кисти рук, руки, отведение, поднимание и повороты – это верхний плечевой пояс. Их же там нет. Как нет? Верхний плечевой пояс. Все сюда относится. Вот он, верхний соединение. Так, идем по общеразвивающим. Понятно? Вопросы ваши, пожалуйста, по содержанию. Да, и хочу сказать вам, что мы все упражнения выполняем четное количество раз. Почему? Потому что выполняем упражнение всегда и на правую сторону, и на левую сторону. Поэтому у нас будет четное. Когда вы видите, кто-то пишет 5-7, на 5-7 там, да, тогда непонятно у него что-то с, как его, с проблемой с чем-то, да, там. Так, можно еще раз про проведение зарядки. Вчера связь пропала, кто ведет. Так, по зарядке еще раз. Мы завтра будем, ну не завтра, в понедельник будем рассматривать с вами организационный раздел. Там будет написано режим дня. И вы увидите по этому режиму дня, что вы, как инструктор, не сможете физически провести в 8 группах зарядку. Следовательно, так как это еще и режимный момент, а не занятие непосредственно с детьми, то, согласно, будем так говорить, логике, утреннюю зарядку должны проводить воспитатели. Время, время зарядки во всех группах 10 минут, согласно СанПИМу. Так, есть. Дальше. По инструкциям, по безопасности. Смотрите, инструкция разрабатывается вами. Эти инструкции можно найти в интернете. Будет написано так, например, инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Инструкция по технике безопасности во время проведения занятий с мячом. Я думаю, что вы это найдете без проблем и можете это использовать. Там не такие большие правила и инструкции. В детском саду они не настолько круто там закручены. Поэтому я думаю, что вы это найдете. Так, по зарядке понятно. Отлично. Еще вопросы? Будем ли мы освещать вопрос? Ой, молодец, Наталья. Я ждал, кто же скажет это. Итак, скажите, пожалуйста, вопрос очень простой. Я у вас хочу спросить, кто запретил движение? Я объясню вам следующую ситуацию. Давайте сделаем так. С точки зрения физиологии. Смотрите. Природа дала мне и любому человеку определенные движения. Я могу поднять руку в сторону, вперед, опустить вниз, отвести назад, завести. То есть те упражнения, которые по природе мне дала природа, я, значит, могу их делать, согласны со мной. Я наклоняю голову вниз. Дала природа? Дала. Поворачиваю голову? Поворачиваю. Отлично. Я голову иногда поднимаю вверх? Да, поднимаю вверх. Есть медики, которые говорят, не запрещают, а нежелательно делать эти движения. Но я еще раз повторяю, если вы делаете, вот у нас нога, нога может сгинаться только назад, а вперед она не сгинается. Поэтому вы это упражнение не сможете делать. Или же есть такое упражнение, когда говорят, что не целесо... Нет, не рекомендуется делать наклон головы. Объясню, почему. Я с этим, например, тоже согласен. Здесь есть оклад. У детей он достаточно не укреплен. И поэтому, когда вы делаете наклон головы, возможно, что в данном случае вы сможете его повредить. Это возможно. Поэтому, и кроме того, мы не так часто поднимаем голову вверх, только когда смотрим на звезды влюбленными глазами или еще что-нибудь. Поэтому вы просто смотрите те упражнения, которые, в принципе, человек делает. И вы их развиваете. Далее есть такое упражнение, как ходьба на внешней стороне стопы, на носках, на пятках и на внутренней стороне стопы. Опять, ходьба на внутренней стороне стопы не рекомендуется медиками. Почему? Ну, во-первых, вы, в принципе, нигде такую ходьбу не используете. На внешней, да, используете. Особенно, когда вы идете по камешкам, и у вас ноги как косолапят, да, как у мишки. Здесь нужно ходить. А на внутренней практически никто не ходит. Зачем это упражнение делать, если мы его почти не используем? Мы-то все-таки готовим детей в движениях, которые они должны использовать в жизни. Методист сказал, так, я про движения запрещенные сказал вам, да. Все движения, которые у нас в федеральной программе есть, мы можем использовать. Есть движения, не рекомендованные в плане каких-то медицинских, но еще повторю, они не строгие. То есть запрещенных движений у вас нет в плане того, что не дает мне природа. Если я, например, шпагат, да, ну, не могу я сесть на шпагат, то, в принципе, ребенка не нужно заставлять, чтобы он полностью сел на шпагат. Если, конечно, это не ваш ребенок, и вы дома его там не стараетесь. Ну, вот сколько он может развести ноги, столько он разведет. Так, Светлана пишет, методист сказала, что самодеятельность про инструкции. Ну, в принципе, она права, еще повторяю. Но вы видели, что мы должны детей научить технике в двигательных действиях. Как вы это сделаете, если у вас нет инструкции, которая бы вам помогла рассказать ему в беседе даже, да? Или же вещи, которые вы хотели бы консультацию дать родителям, когда они будут с детьми кататься на санках. Все равно вам придется разобраться и сделать такой документ, чтобы он, как минимум, мог рассказать об этом. Поэтому, да, методист прав, что это не обязаловка, но по федеральной программе все-таки есть такой пункт, как обучение детей безопасному движению в двигательных заданиях. И для меня это инструкция по технике безопасности. Как быть с досугами? Один раз или два раза теперь нужно будет проводить. Итак, досуг один-два раза. Если вы один раз проведете, вы уже ничего не нарушаете. Если вы два раза проведете, тоже ничего не нарушаете. Если вы ни разу не проведете, вы нарушили. Если вы провели три раза, молодец, вы просто больше сделали. Ну, то есть, здесь давайте будем так, что вот это один-два раза, это, ну, человек просто захотел написать. Кто-то думает, что один раз все больше не буду, а кто-то захотел три раза провести, хоть каждую неделю, да без проблем. Поэтому это. А у вас идет, как укладывается в шестичасовой рабочий день. Так. Ну, здесь пошел уже организационный момент, да. Давайте будем так говорить, что у нас на следующей неделе будет должностная инструкция и циклограмма. И я попробую на этот вопрос ответить. Тем более, что вы уже сегодня слышали, что физкультурные досуги и развлечения проводятся во второй половине дня. Правильно? Следовательно, в первой половине у вас будут занятия. Занятия в зале и занятия на улице. А во второй половине индивидуальная работа или физкультурные развлечения досуги. Вот как бы так. И ваше время, шестичасовой рабочий день, вы как раз можете распределить таким образом, чтобы работали вы и в первую половину дня, и во вторую половину дня. Конечно, вам это будет, Татьяна Николаевна, неудобно, потому что вы разбиваете свой день. Вы хотели бы, конечно же, поработать, прийти, например, к восьми и уйти уже шесть часов, так, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, час и в два уйти. Как и воспитатель, да. Но у нас так не получится, у инструкторов, потому что я приду, во-первых, зарядку не провожу, ее проводит воспитатель. Значит, я могу прийти к восьми тридцати. Ну и дальше я вам расскажу в циклограмме, как это будет выглядеть. Так, досуги проводятся во время занятий или в другое какое-то время. Что значит во время занятий? Занятия у нас, опять, если мы с вами вспомним СанПин, то в подготовительной группе три занятия в день, может быть, во первой половине дня. В старшей группе, согласно СанПину, может быть три занятия, но два занятия в первой половине и третье во второй половине, согласно СанПину. В средней группе всего лишь два занятия в день в первой половине дня. Поэтому, как вы понимаете, во второй половине дня я спокойно могу проводить эти досуги, но они не входят в занятия никак. Это другое уже. Это не учебная работа. Дальше. Если не ошибаюсь, инструкции есть в перечне и номенклатуре. Да, есть инструкции, будем так говорить, в большей степени для вас. Но мы говорили про то, что мы хотим детей научить безопасному поведению на занятиях с мячами. И я там должен каким-то образом им сказать, ребят, бросать мяч можно только по моей команде. Бросать мяч нужно точно в руки, но не в голову, например, и так далее. Но это должно у вас настолько быть разработано, чтобы вы не выдумывали там что-то, а четко могли это говорить. Так. Наталья, помогите их найти. Можете прислать ссылку. Я вас умоляю, вот эти все документы, которые вы всегда спрашиваете, они в свободном доступе, их столько. Вот сейчас просто напишите техника безопасности в ДОУ на занятиях с мячами. И прям будет поток этих инструкций, просто море. Понятное дело, вы, наверное, хотите, чтобы сразу вам все инструкции. Ну, где-то кто-то поможет. Так, еще вопросы? Ну, если вопросов на сегодня уже практически нету, давайте подводим итоги. Значит, содержательный раздел у нас достаточно большой. Я думаю, что в понедельник мы с вами встречаемся, говорим об организационном разделе, где как раз мы с вами разберем режимы дня, когда вы что должны проводить, сколько по времени, какой у вас будет определенный режим дня и так далее. Всем спасибо. До понедельника в это же время в 18.30 по этой же ссылке выходим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok